Спасибо, дорогие друзья. Я, может, скажу несколько странных вещей. Да, вот Алексей Иванович сказал, что у меня есть бюсты. Вот теперь Федотова, ну, великого лётчика-испытателя. Действительно, мне вручали бюсты, и... Причём, дочь Качкалу вручала, Ольга Валерьевна. Для меня это было великой честью. Но, Алексей Иванович, простите, но, опять же, это через вас было. Для меня самый дорогой бюст, который у меня дома стоит, бюст моего друга Рейфата Хабибуллина, который в Сирии погиб. Вот, это тоже прекрасная работа, прекрасная память. И вот он... Ну, не буду врать, остальные у меня, они стоят, они стоят. Но этот у меня на одном месте, я ему могу иногда рукой помахать дома. Так, я сейчас быстренько посмотрю записки, что тут. Видите, уже возраст, наверное, очки туда-сюда, начинаешь смотреть. Вот это, конечно, хороший упрёк, что про палубную авиацию как-то... Ну, я всегда говорю, что всё, что написано, это посвящённо всем авиаторам. Опять же, всегда говорю, что, ну, невозможно, наверное, написать все песни. Мысли есть, кстати, про палубную авиацию очень бродят в голове. Я там, ну, может, расскажу интимную историю. Помню, мы от НТВ ездили в командировку с нашей программой «Смотр на север». Делали репортаж про пограничников Мурманского управления. И вот первый раз в жизни я летал на вертолёте с аосной схемой К-27. Интересное вообще было событие в моей жизни. Я летал на всём, в общем, на всех вертолётах, кроме вот этого действительно штуки, где редуктор, он ходит, ну, фактически в эту грузовую кабину. Мы оператора, я попросил, его посадили в правую чашку, надели ему гарнитуру. А мне говорит, Николай Викторович, вы, говорит, гарнитуру-то оденьте. И говорит, да, нет, нормально, что тут. Мы летали над Баренцевым морем три часа. Значит, когда я вышел с этого вертолёта, у меня в ушах был примерно вот такой звук. Значит, я, да, ну, как в той песне. Может, я вот сейчас подумал, кстати, может, это оттуда пошло. Я, ну, ладно, думаю, пройдёт. Вечером мы уже были в гостинице. У меня тогда р-р-р-р, да что ж с этим делать-то, ёлки-палки. Ну, врать не буду, я выпил водки. Значит, звук повёл себя очень странно. Значит, раз, так он р-р-р-р-р-р. Когда это всё прошло, он опять поднялся вверх. Р-р-р-р-р. Три дня, трое суток. Вот, так вот было, да. Ну, как говорил мой любимый шведский авиатор. Продолжим разговор Карлсона имею в виду К нему мы сегодня еще, разумеется, вернемся А пока начнем Второй делик с малоизвестных песен Я летчик Я летчик Я летчик Я летчик Я летчик И звук от турбин на земле Лучший звук А мой самолет, это мой верный друг Я летчик Мне хочется в небе бездомным летать За это готов я полу жизни отдать Я летчик И черта небо я душу продал Мне кажется, от рождения летал Я летчик Я так это небо безумно люблю И мне без него не прожить даже хмурый денечек Я там в облаках нарисую петлю Вираж, заверну горку, сделаю почку Я летчик Пускай перегрузка предать, терплю Но небо родное предать я вовек не посмею И землю я тоже, конечно, люблю Но только когда не по ней она дне Я летчик Темнеет в глазах на крутом вираже И давит на сердце мне несколько жертв Я летчик Комбе звезд потом можно просто отжать И кто вам сказал, что не сложно летать Я летчик Под крыльями смерть в оправе стальной И она поднимается в небо со мной Я летчик И чтобы земля вновь не стала гореть И снова и снова я должен лететь Я летчик Я так это небо безумно люблю И мне без него не прожить даже хмурый денечек Я там в облаках нарисую петлю Вираж заберну Горку, сделаю почку Я летчик Пускай перегрузка предать, терплю Но небо родное предать я вовек не посмею И землю я тоже, конечно, люблю Но только когда не по ней она дне Я летчик По нити глисады иду я домой А хочется жить где-то здесь Над землей Я летчик Квартиры своей у меня просто нет Общага мой, дом, общий душ, туалет Я летчик И снится мне каждую ночь напролет Что топливо есть и поднялся на лед Я летчик К земле меня часто хотят привязать Но летчик обязан Он должен летать Я летчик Я так это небо безумно люблю И мне без него не прожить даже хмурый денечек Я там в облаках нарисую петлю Вираж заверну Горку сделаю бочкой Я летчик Пускай перегрузка предать, терплю Но небо родное предать я вовек не посмею И землю я тоже, конечно, люблю Но только когда не по ней Но только когда не по ней, а над нею, но только когда не по ней, а над нею. Я летчик. Я заметил, что это круто было. Я сразу понял, какую песню спою, причем вроде не планировал им петь, хотя, наверное, тоже нельзя было. Здесь очень много моих близких друзей из армейской авиации. Вот уже Алексей Иванович выходил. Ладно, я потом скажу. Тут должна быть некоторая интрига. Годы птицы улетают, по земле меня болтают, а точнее выше, над землей. Нет даже роботь бы живо столько лет на всех режимах, в небе мы живем одной семьей. По ущельям и вершинам с винтокрылою машины пишем то ли сказку, то ли боль. Вместе с ней по небу ходим, а мы друг друга не подводим. И спасибо вам, товарищ Миль. Выручала, где казалось, шансов нам не оставалось, и не превратила нас в утиль. Миль. Та, что в небе, а ты, по ты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтич Миль. Та, что в небе, а ты, по ты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтич Миль. Мы нередко с ней прощались, честным словом, возвращались, а потом на матушке земле. Экипажем водку пили за машиной и за миля. Мы на ней, как папка на метле. Мы на ней, как змей Горыныч, тоже можем землю выжечь. Или как ковер, но и вертолет. Только чаще в этой сказке, как усталая совраска, С последних сил на всех спасет. Терпеливую лемку тянет и молотит лопастями, Днем и ночью в бурю или штиль. Та, что в небе, а ты, по ты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтич Миль. Та, что в небе, а ты, по ты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтич Миль. Ей поклонятся солдаты, те, кто вышел в медсанбатах, Нет для них теперь ее родней. И гражданские пилоты за совместную работу Тоже снимут шляпу перед ней. Возят даже президентов и на разных континентах в небе, Словно рыбка в воде. Пусть не в меде и не в глянце, Уважают иностранцы, Знают то, что выручат везде. Над полями и лесами ледяными полюсами Кружат, поднимая снег и пыль. Та, что в небе, а ты, по ты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтич Миль. Михаил Леонтич Миль. Спасибо. Мы перед концертом просто с моим другом разговаривали, И я говорю, представляешь, когда-то в свое время Надежда Михаиловна Миль приехала сюда На 4 часа раньше, чем у меня начинался концерт, Потому что она ошибочно прочитала на сайте, Я ее приглашал. Она приехала к 15-й, но я до этого не знал и приезжаю. А мне говорят, знаете, какая-то маленькая женщина приезжала И вам оставила книжку. Книжка была про Миля. Там, где мои стихи были. Я ей звонил. Ну-ка, ну я вот-вот так. Ну, вот так получилось. Очень жалко. Это ее любимая песня. Поэтому даже, в общем-то, в принципе, я думаю, Она может быть важнее не для летчика в армейской авиации, А вот для дочери великого авиаконструктора. Кстати, вспомнил. Вот я говорил про моего друга. Он там сидит скромно. Это Алексей Нагаев. Леша, ты встань на секунду. Я поясню, в чем дело. Да. Это мой очень близкий друг. Если кого-то заинтересует. Просто он сегодня поскромничал. У него с собой две книги с его фотографиями. Это, ну, один из, я считаю, там, лучших, если не лучших фотографов авиационных. Он был личным фотографом командующего авиации ФСБ Николая Федоровича Гаврилова. Сегодня он официальный фотограф конструкторского бюро Ильюшина. Летал в чёрном где? Над Южным и над Северным полюсом. Очень много где. Фотографии просто уникальные. Вот, если не полянитесь и вас заинтересует, подойдите к нему. Он, я думаю, на следующем концерте будет. Просто он говорит, мне, чтобы это всё привезти, это нужен транспорт. А я ему говорю, Лёша, это нужно. Вот, потому что, ну, это действительно, людям увлечённым понравится. Вот, Алексей Нагаев, ты мне смотри, не обмани, в следующий раз приедь. И всё это возьми с собой. Я всегда много люблю поговорить. Вот, пока я ездил в командировках, в Дагестан, и раз, бах, тут звонят. А ты слышал, что там у нас случилось, там, в Краснодарском училище? А что там случилось? А там, действительно, оказывается, ну, не в Краснодарском крае, а в Адыгее, на аэродроме Майкоп, курсантик из Краснодарского училища, вот это было две недели назад, только отличился, да, он словил не одну, ну, даже, а две птички на Л-39. Одна разбила ему остекление фонаря, другая самым подлым образом, в общем-то, вывела из строя двигатель. Четверокурсник не растерялся и, не выпуская шасси, посадил «Альбатрос», в общем, чистое поле прямо по курсу. Ну, понятно, конечно, парню повезло, но, как говорил Суворов, везёт тем, кто, точно сейчас не вспомнил, кто мастер там, умный и так далее. Возможно, в будущем, я думаю, что это будет очень хороший лётчик. Вот. Здорово, что так получалось. Я видел эти фотографии в интернете, думаешь, ёлки-палки. Движок в хлам, лобового блистера нет. Парнишка, всё нормально. Представили его к ордену мужества. АПЛОДИСМЕНТЫ День сегодня не задался. Я чуть было не проспал всё. Вроде не будили мы вчера. Зацепил, разбил будильник, как любимый подзатыльник. Ну ты, Маша, доброе сутро. Здорово, видно, спала за ранку. Зря дневник я взял у баньки. В школе оказалось, он в пикет. И шумит родная Маша, что мальчишка весь в папашу. Точно дочек без царя в башке. Полчаса мне до работы, нам до вечера полёта. Командир навстречу не к добру. Что-то там не по уставу, и за это он мне вставит. Ну что ж такое нынче поутру? Мне в санчасти пульс проверят и давление измерят. Лётчик, лёдоктор скажет, лётчик, не грусти. Указание, постановка, цели, курсы, обстановка. Ты меня, питонка, отпусти. Ты меня, питонка, отпусти. В небе так немного людно, здесь спокойно и уютно. И никто не пилит, не орёт. Я бы здесь пожить остался, в жизни лёдно прописался. Уже четвёртый разворот. Обороты чуть убавлю, кран-шасси на выпуск ставлю. Эй, где тук-тук? Не слышу под собой. Лампы красные в семафорам. Мне кричат с панели хором. Парень, нынче день совсем не твой. Па-па-па-пам. Блин, сегодня явно день не мой. Вниз доклад в ответ советы. Делай то, не делай это. Шеф добавит ласково. Держись. Танцевать я в небе ринус. Перегрузки в плюс и в минус. Знакопеременно. Всё как жизнь. И совсем не бережливо. Самолёт я в хвост в криву. Воздух с возмущением свистит. Ты держись, стальная птица. Нам с тобой нельзя убиться. Маша, мне такого не прости. Маша, мне такого не прости. Низ земли дадут пистону. Хватит, мол, давай-ка в зону. Не дури. Пора борти покидать. Вот даю, ты слышал, милый. Помогай мне, что есть сила. Хочется с тобой ещё летать. Ты сейчас мне всех дороже. Я тебе, наверное, тоже. И друг друга надо нам спасти. Ванька ждёт меня и Маша. А тебя ждёт техник Паша. Нам никак нельзя их подвезти. Нам никак нельзя их подвезти. Нам никак нельзя их подвезти. Прочь, фонарь! Мы наглисадим. Мы с тобой на брюхо сядем. На борту я сам себе остав. Ты как кратком пронесёшься. Шутил, небось, про родинок. Начинался день, как кума. Но посвистывая к дому, улыбаясь, дую налегке. Ванька мне доложит, Бойка, что исправил пол на тройку. Горизонт выходит из пике. И меня обнимет Маша, принесёт борща и кашу. Нам двоим по рюмочке нальёт. Как бы кто-то ни старался, День сегодня всё ждался. Мы вернулись, я и самолёт. Как я сильно не старался, День сегодня всё ждался. Мы вернулись, я и самолёт. Мы вернулись, я и самолёт. Браво! Браво! Спасибо. Нет, вот действительно, в жизни всегда есть место подвигу. И я считаю, это подвиг, в общем-то. Это, наверное, может быть не редкая ситуация, когда не выпустили шасси. Не может быть, а так оно и есть. Очень много знакомых у меня, лётчиков, которые это, в общем-то, как бы и делали. Есть и те, которые прыгали и всё равно получали орден, потому что старались посадить. Это вот, я помню, в Армавире было. 2014 год, я сидел на предполётных указаниях на гидравиасалоне. В Геленджике. И рядом сидел очень хороший друг. Он, ну, бывший лётчик. В то время уже был начальником регионального управления по чрезвычайным ситуациям, именно по авиационной линии. И вот, ну, просто сидит на предполётных указаниях, у него телефон, он раз-раз-раз, мне на ухо говорит, «Пармавире МиГ-31 не может сесть». Причём они там, по-моему, из Канска были. Вот у них вышла одна стойка. Им сразу сказали, давайте-ка, ребятки, прыгайте. А они вот подходили к полосе, стукались одной основной стойкой. Ну, я вообще не очень себе представляю, как это можно сделать на таком тяжелом самолёте. Но в итоге у них ничего не вышло. Они ушли и прыгнули в зоне. И вот я уже сегодня в первом отделе не рассказывал про Виктора Михайловича Севастьянова. Он тогда командовал армией воздушной в Екатеринбурге. Вот я их представил координу. И действительно, ну вот, это того достойно. То есть люди старались до последнего сберечь эту машину. Следующая песня тоже про таких людей, которые такими вещами занимаются. Думал мой близкий друг Андрей Воропаев придёт сегодня сюда. Он собирался. Мы тут про него в программе «Смотр» сделали сюжет. Он скоро выйдет, как ребята эти из Яковлевского КБ на Як-130 установили несколько мировых рекордов. Это было чуть раньше, даже, ну, больше года назад. Но реально теплом ФАЕ они получили вот совсем недавно. Потому что там что-то проверяется, всякие эти технические нюансы. Вот. Я ему звонил, Андрюха, ты как приедешь? Он, слушай, наверное, да. А потом бах. Я улетаю в Иркутск, испытывать дальше МС-21. Это тоже здорово. Наши программы работают этих гражданских самолётов всё-таки. Ну, дай Бог, чтобы этот МС-21 стал летать на наших авиалиях. Всё-таки мы привыкли в советское время к этим нашим замечательным самолётам. Вот. Самолёт тоже, ну, мы все надеемся, там, люди авиационные, что он с каким-то хорошим будущим. Там уже по нему много контрактов. И вот они сейчас летают. И опять же к этой песне. Когда говорит, что лётчики-испытатели. А, что там такое? Вот он так буднично говорит. Ну, мы сейчас наконец-то уже, ну, не наконец-то. Он говорит, сейчас уже мы начинаем летать на сваливание. Вот лётчики поймут, что это такое. То есть надо ввести самолёт в такой критический режим, когда он просто свалился. А дальше смотреть, на какой это скорости произошло, вывести его из этого режима. И прописать руководство полетной эксплуатации тем, кто потом будет летать. Ниже какой скорости нельзя. Потому что иначе эти все люди, которые там за спиной сидят, им будет очень плохо. Вот. Ну, ладно. Много текста я говорю. Люблю поговорить. В небесную обитель мы приводим их, как в сады детей. Для них мы, как родители, куда уж ближе и родни. Мы словно воспитатели, а небо будто школьный класс. Они ж, как испытатели, испытывают нас. И в небесах распахнут их перемещаясь вверх и вниз. Играем с ними в шахматы, где жить как будто главный приз. И каждый раз, как первый раз, и не бывает здесь ничьих. Они испытывают нас, а мы испытываем их. Мы в небе летать и работать их учим. В ответ они тоже нас многому учат. И хоть красота есть и в солнце, и в тучах. Романтики мало, а зато и не скучно. И пусть золотые нам город предложат. В полцарства за небо мы точно откажем. Летаем на всём, что летает. И даже на том, что летать поедине может. Болтают обыватели, что мы живём, как в масле сыр. Считают, сколько тратили. Считают, что у ног весь мир. Молча спал на романтике. Благоволит удача нам. И деньги словно фантики. Швырем мы по сторонам. Не объясните вы таким, что не измерить кошелёк. Когда останется родным на память шлим, я орденок. И в новостях лишь пара фраз таких холодных и сухих. Они испытывают нас, а мы испытываем их. Мы в небе летать и работать их учим. В ответ они тоже нас многому учат. И хоть красота есть и в солнце, и в тучах. Романтики мало, зато и не скучно. И пусть самоты нам горы предложат. Полтарство за небом мы точно откажем. Летаем на всём, что летает. И даже на том, что летать поедине может. По краю наставленьих уходим, вот ещё в тот край найти. Чтоб не было сомнений и во следы мог сказать. Летит любимому ребёнку, что за годы научил ты жить. И в лебеде утёнка смог как в сказке превратить. А после дети новые, которые сильнее и умней. Структивые, рисковые, нету вновь для нас родней. И снова непослушный класс перед уроками притих. Они испытывают нас, а мы испытываем их. Мы в небе летать и работать их учим. В ответ они тоже нас многому учат. И хоть красота есть и в солнце и в тучах. Романтики мало, зато и не скучно. И пусть самоты нам горы предложат. Полтарство за небом мы точно откажем. Летаем на всём, что летает. И даже на том, что летать поедине может. Мы в небе летать и работать их учим. В ответ они тоже нас многому учат. И хоть красота есть и в солнце и в тучах. Романтики мало, зато и не скучно. И пусть самоты нам горы предложат. Полтарство за небом мы точно откажем. Летаем на всём, что летает. И даже на том, что летать поедине может. Воспомнилых'... АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ура! Спасибо. Ну, пока кто-то летает и устанавливает рекорды скорости, высоты на самолетах, другие летают и тоже устанавливают рекорды продолжительности полетов без всякой техники. Лично я всегда говорю, у меня очень большой налет в ночных полетах. Все же улыбнуть, пусть нас везде сегодня совершенно, вон Иисус. К нам приходит как-то переменно, хочется летать. Вроде небо рядом и открыто, но летала только Маргарита. Хмурый горизонт, как рубин краснеет на закате, раскрывает зонт над землей. Я летал во сне, над землей, где я только не был, словно по весне. Было синим и бездонным небо, крепко обнимал. И носил у меня веселый ветер, от земли во след смеялись дети. Так вот и живем, ходим по земле, во сне летаем, где-то банк сорвем. Не волнуется нас среди блаженства, то, что мир далек от совершенства. Ходим по земле, вверх закон Ньютона, не пускает бунт на корабле. Черный флаг на мачте поднимает небеса во мгле. Так легко друг друга убиваем, а летаем, лишь во сне летаем. Я летал во сне, над землей, где я только не был, словно по весне. Было синим и бездонным небо, крепко обнимал. И носил у меня веселый ветер, от земли во след смеялись дети. Крылья за спиной, только лишь у ангелов бывает, я ведь не святой. Я не крылья, руки обрывают в небо улететь. В край, где постоянно солнце светит, только где же он есть на этом свете. Я летал во сне, над землей, где я только не был, словно по весне. Было синим и бездонным небо, крепко обнимал. И носил у меня веселый ветер, от земли во след смеялись дети. Я летал во сне, над землей, над землей, над землей. Спасибо. Честно говоря, не собирался петь следующую песню, но, самое интересное, у меня вызывает улыбку записка с прошлого концерта. И сейчас подошли и сказали, для спецназа ФСБ, пожалуйста, именно вот эту песню. До сих пор не понимаю, чем она глянула спецназу ФСБ. Разговор не клеился, и ночь текла ручьем. Я как-то не надеялся, что мы себя поймем. Луна в окне расколотом прикинулась мечом, А мы болтали шепотом, все как-то ни о чем. А мы болтали шепотом в твоем. Подмигивал светильничек и чайничек шипел. Делал так-то путильничек, и я про что-то пел. Огромным далеким рокотом напоминала весна. Мы танцевали шепотом уже не допоздна. Мы танцевали шепотом уже. Уже почти полтретьего, а сон не для двоих. Ах, нам бы лучше третьего, и просто на троих. К рассвету кто-то стопотом по лестнице сбежал. Мы целовались шепотом, и дождь нам не мешал. Мы целовались шепотом, и дождь. А стрелки время мерили, летел за часом час. И мы почти поверили, получится у нас Узнать бы как-то, что потом. И вечная когда. А мы прощались шепотом, наверное, навсегда. А мы прощались шепотом, наверное. Тут спросили, опять же, в перерыве. А вы будете петь спортивную песню? Я так оба не совсем... Ну, потом, когда мы начали уточняющие вопросы друг другу задавать, я понял, что это за песня. Конечно, я ее собирался спеть. Как-то так вот каюсь, не пригласила сегодня Светлана Владимировна Капани. Ну, то есть я ей позвонил, как-то не отвечала. А потом, ну, мы же мужчины знаем, как себе найти оправдание. А тут мне говорят, а она приболела. Я думаю, ох, по крайней мере, будет оправдание, что вот она не могла бы все равно прийти. Я к чему? Честно говоря, у меня вызывает некоторую тревогу и настороженность то, что мы собираемся снимать клип на эту песню. Я уже и говорил, Света, ну, когда я написал, ей это все понравилось. Она, вот надо же, надо же это все... Я понимаю, что это будет все круто, потому что будет снимать Артур Саркисян, лучший видеоператор воздушных съемок в мире, я его называю, Светин, фотограф и, опять же, оператор Александр Володин. Я уже так, ну, еще полгода назад, когда она об этом намекнула, я говорю, ты знаешь, говорит, если только ты не будешь выпендриваться, мы можем покрутить бочки, там, даже там абракадабра и так далее, пусть там в кадре это все мелькает, но только не надо мне этих вот плюс восемь, минус три, и когда... после чего рождаются эти песни. Пилотажный рок-н-ролл Светлана. Говорят, друзья, что спортом надо мне заняться, и я бы и не против, только лень мне напрягаться. Мне такой вид спорта, чтоб сидеть в удобном кресле, шахматы советую, но мне неинтересно. С девушкой я повстречался в поисках ответа. Спортсменка Света. Рассказала мне про спорт высоких достижений, мол, все тише, все дела и минимум движений. Усотила мило, словно кресло кинозала, а потом зачем-то очень крепко привязала. Радостно шмелем жужжит мотор аэроплана. На взлета Светлана. Мы над точкой комета, как звезда города балета. И с отчаянным приветом я прощаюсь с этим светом, не пойму я, где планета, слишком близка рядом где-то. Что же делаешь, ты, Света? Что же ты делаешь? Ну, Света! Нежно душат перегрузки много единичек. Меж приборов вижу я привинчена табличка. Надпись «Ноу смокинг», вероятно, это шутка. Тянется, как целый час, обычная минутка. И я бы закурил, да как достать здесь сигарету? Смеется Света. Бочки, петли, штабора, какие-то фигуры. Это идиот сказал про то, что бабы дуры. Сам дурак, ведь в небе добровольно оказался. Будь не ладен день, когда со Светой я связался. Шарю взором по кабине в пояс, как стоп-кранат. Вернись, Светлана! Мы над точкой, как комета, как звезда кардебалета. И с отчаянным приветом я прощаюсь с этим Светом. Не пойму, а где планета? Слишком близко, рядом где-то. Что же делаешь, ты, Света? Да что ж ты делаешь? Ну, Света! Я как будто рыба, та, которую за жаброй. Жизнь моя, мне кажется, уже обракадаброй. Света говорит, что есть такая же фигура. А вот я не вежливо, но все же без цензуры. Ласковая, но ты как? Звучит, как из тумана. Я жив, Светлана. Наконец-то аэроплан к земле бросает света. Я к тебе вернулся, здравствуй, милая планета. Неужели я живым на землю возвратился? Может, не совсем здоровым, но ведь не убился. В небе мило проходило, да еще б до бабок без лета. Спасибо, Света. Мы над точкой, как комета, как звезда гордопалета. И с отчаянным приветом я прощаюсь с этим светом. Не пойму, а где планета? Слишком близко, рядом где-то. Что ж ты делаешь, ну, Света? Да что ж ты делаешь, ну, Света? Светлана, тормози! И летаю, как комета. Посылали мы приветы Населению планеты. В облаках вдруг, поняла, где-то Моя песенка не спета. Ни без неба жизни нету. Что ж наделала ты, Света? Что ж ты сделала? Ах, Света! Света! Я уже сегодня говорил Как сказать О том, куда может Пойти военный летчик После окончания своей служебной деятельности Он может ее продолжать И вот следующая песня, она об этом Всякое бывает в этой жизни Человек предполагает А судьба располагает Не узнать дорогу наперед Завернули нас с маршрута Плохо стало там кому-то Мы кладем в виражек вертолет Как сто лет назад в Афгане В правой чашке Друг мой Ваня Между нами Саня Бортовой И усталость стрекозую Над бескрайнею тайгою Мы шешим И фронт здесь Красовой Где-то в прошлом Пушки и танки Можно жить и на гражданке Главное, чтоб только лишь летать В мирном небе есть заботы Хватит нам и здесь работы Везти и всю жизнь нам воевать Снова паршим сверху ручно Нам в больницу нужно срочно Вывести в кого-то из тайги И находим мы средь елок Богом брошенный поселок Домики Как бабушки еги Ветер сильный на посадке Не впервой нам все в порядке Быстро фельдшер объяснишь потом Что аппендицит случился Парень вон в живот вцепился И девица А, тоже животом Мальчик-фельдшер слишком бледный Первый раз летит он бедный Шестеро нас Что тут поднимать? А, когда-то было дело Приходилось под обстрелом В свод на бортном С Ваней Принимать Навсегда мне, Ваня, жалко Тех мальчишек, что в повалку Мы перевозили за рекой А, теперь мужик в салоне Как трехсотый тихо стонет Об одном подумаем с тобой Знаем, все в порядке будет Парень точно не забудет Этот наш вовне плановый полет Что-то там ему отрежут Будет жить в тайге, как прежде Может, нас когда-то поменят Меня Нас на осях у нас Девчонка Долосит Ну так уж звонко Саня, быстро Что там Доложи Командир Отходят В воды Прилетели Это роты Мы ж не проходили Тренажи Девка в воздухе Рожает На засветке Окружает Бедный фельдшер Прогулотила Язык примет садничком младенца, Замотает в полотенце, Прокричит нам радостно, мужик! Та-та-та-ра-там, пара-па-па-па-пам, Па-па-па-па-па-па-па-пам, Поможик! Та-та-та-та-па-па-па-пам, Та-та-та-та-ра-та-ра-пам. Роботяга наш Ми-8 Отгрызла нас всех уносит, Снова мы как будто на войне. С Ваней мы переглянемся, знаем точно, что вернемся, Мы ж теперь обвязаны в войне. Человек предполагает, а судьба располагает В этой жизни абсолютно всем. Вылетали нынче трое, нас маршрут потом удвоил, А в итоге прилетело семь. Вылетали точно трое, так, нас умножили на двое, А в итоге оказалось в семь. Та-та-та-та-ра-там, па-па-па-па-пам, Та-та-та-та-ра-та-ра-та-там, Вот седьмой ряд мой мужик! Та-та-та-та-та-ра-там, Та-та-та-ра-та-ра-та-ра-там, Спасибо! Ну, вообще, конечно, я думаю, те, кто... Ну, а в общем, я так полагаю, что здесь в основном люди знают мое творчество, И знают, что я пишу всегда от первого лица. Вот сегодня, вот говоря про предыдущую песню, Первое лицо присутствует в этом зале. Это заслуженный военный летчик России, Михаил Степанович Сочнёк, с которым вот этот полёт был. Он сейчас летит к себе туда в тайгу этого благовещения из Европы. Миша, спасибо большое, что он... Вот и новник этой песни. Ну, раз уж я её спел, конечно, ещё и герой этой песни ещё один. И тоже надо обязательно спеть. Я вернулся. Весь на беды до отказа. Я принёс их всех на базу, всех и сразу. Хоть мне трудно на высотах, Взял я всех живых трёхсотых. Я их принял под завязку В окровавленных повязках. Дальше сказкам, Что движок не захлёбнулся, Что я чудному вернулся. Я вернулся. Знать, судьба моя такая, Тридцать лет в горах летаю, Я устал. Наверное, это моя осень. Не участвую в парадах, Что мне думать о наградах, На пределенной износи. Я... МИ-8. Я вернулся. Кто б скомандовал мне вольно, Нахватал я пули довольно. Ох, как больно! Справа блистер мне разбили, Право как очень убили, Зацепили. Капитан, что в левой чашке Матерился, было тяжко. Мы в рубашках С ним, наверное, родились, Потому что они разрубились, Возвратились. Знать, судьба моя такая, Тридцать лет в горах летаю, Я устал. Наверное, это моя осень. Для меня запчасти ищут, Жалко будет, если спишут. Я ведь старый, но я зносил. Я... МИ-8. Я вернулся. А в салоне наследили, Пятна бурые застыли. Жаланком смылил. Где-то в полночь я проснулся, Капитан ко мне вернулся, Затянулся. К борту мне ладонь прижал, И ладони его отражал, А так устала. Говорил, что все в порядке, Гладил мне рукой заплатки. Заплакал. Вот судьба моя какая. Тридцать лет в горах летаю, Я устал. Наверное, это моя осень. Хоть тяжелая работа, Все равно летать охота. Пусть по войнам о меня носит. Я... МИ-8. Я... МИ-8. Спасибо. Спасибо. Ребята, ну, я могу так назвать, Ребята из армейской авиации. Пристаньте, вот, пожалуйста. Пожалуйста. Алексей Иванович, Михаил Степанович, Сергей Викторович, Там вот они уже стояли. Товарищ дорогой ты мой кук, Ну-ка поднимайся, Командир полка в холодильник в свое время. Где-то тут... Петя Гералов. А, вам вижу. Вот. Самый боевой уровень военно-воздушных сил. Как я когда-то Михаил Степановичу сказал, У вас там в авиакомпании, Мужики там... Если ордена сложить, Это будет целое ведро. И это не шутка. Вот. К сожалению, Очень много этих орденов посмертных, И... Потому что эти люди работают вот над полем боя. Это я не умоляю заслуги всех остальных авиаторов. Я всегда говорю, Каждый делает свое дело, И делает его на совесть. Спасибо всем авиаторам. Спасибо армейской авиаторам. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Знаю, там смотрится сейчас по видео, Еще один товарищ мой дорогой, Сказал, Не споешь песню, Обижусь. Вот такие условия начинаются, Когда по телефону перед концертом звонят, Что и говорят, А привет, передай там. Ну, он не просил, Все равно передает. Привет, Дмитрий Кальченко. АПЛОДИСМЕНТЫ И вообще всем привет. Большой военно-транспортной авиации. Что насупился Илюха, Нынче болит до заре. Набивая снова брюхо, Груз, швардой, техмерия. Носят ящики солдаты Из заката акварель. Только нам не до заката Рампа, тыльфер, Акварель. Рампа здесь не значит сцена, Палуба не значит флот, Мы не взвечиваем цены Написью «Аэрофлот». Мы летаем, где стреляют, Мы летаем, где стреляют, Экипажа не впервой, И Илью не испугают, Грузовик наш боевой. Мы летаем, где стреляют, И нам слют. Уходят, увы, Селя трудяга, Турбин грохочущий квартет. Поют, летит Илюша работяга, Бродяга, наш транспортяга, Горбом по небу столько лет. Нам лететь туда, где Жорка, С дозаправками маршрут, Полный борт в гуманитарке Там на месте разметут. Мы спасаем чьи-то души, Близких видим лишь во сне, Не печалься, брат Илюша, А лучше так, чем на войне. Это лучше, чем когда-то. В полном ящиков бортом Возвращали мы солдат В их последний вечный дом. Улетали от печали Снова в небо с головой. Где-то вновь с надеждой ждали Грузовик наш боевой. На взлет уходит, увы, Селя трудяга, Турбин грохочущий квартет. Поют, Летит Илюша работяга, Бродяга, Наш транспортяга, Карбон по небу Столько лет. Чай, печенье и конфеты Надоели на мужик. Штурман курит сигареты Там на нижнем этаже. Техник мыслит о посадке, Что сготовить на обед. Если что, всегда в порядке, И у него велосипед. Распростер Илюша крылья, Вместе с грузом нас несет. Коридор ему открыли, Значит, он людей спасет. Эх, Илья, небесный пахарь, Корб на спинке трудовой. Если где-то что-то бахнет, Грузовик наш боевой нам слют. Уходит в выселье, Туртяга, Турбин грохочущий квартет. Поют, Летит Илюша работяга, Бродяга, Наш транспортяга, Горбом по небу Столько лет. Снизу пальмы поглисадят, Из зимы встречают борт, Заведут нас и посадят В незнакомый жаркий порт. Местные не бьют поклуши, Все при деле, как один. От души нальют Илюши Самый вкусный керосин. Командир на борт вернется, Песня благую принесет, Наш Илюша улыбнется Нежным блистером, Блеснет. Нам наградой не медали, А скорее путь домой. Руды снова В максимальных грузовик Наш поевой нам взлют. Уходит ввысь Илья, Трутяга, Турбин грохочущий Квартет поют. Летит Илюша, Ропотяга, Бродяга, Наш транспортяга, Горбом по небу Столько лет. Я стараюсь не сильно повторяться во всяких историях, которые между песнями рассказываны. Некоторые их надо повторять. Я рассказывал, как мне однажды в интернете девочка 7-8 лет написала «Дядя Коля, где достать керосин». Это для родителей просто, чтобы не забывали, что дети иногда такие вещи. Я спрашиваю, а зачем керосин? А вы же спели самый вкусный керосин. Поэтому следите на всякий случай. Вот за ними, потому что мало ли чего. Черт, время-то идет. Я понимаю, здесь в этом заведении командование всегда говорит, во сколько Анисимов не начинает концерт, раньше 11-й он его не закончил. Все равно, ну, наверное, немножко надо как-то сокращить, потому что много еще все равно хочется спеть. Я, кстати, вот глядя в зал, смотрю, мы тут все стали во время концерта гораздо так спаяние или спеяние, да, слово спеть, или главное, чтобы не сказали спойние. А то скажут, потом споил. Вот. Вообще, мне всегда кажется, что мы здесь все как один экипаж. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Набираем эшелон И плевать нам на циклон Вновь поют моторы свой мотив Сквозь болтанку в облаках Выйдем к солнцу в небесах Все дожди оставив под собой На работе мы опять И трудяга борт 0,5 Чётко держит главный курс домой Сегодня легче нам лететь Сегодня можно нам ходить Чуть-чуть побольше, чем всегда нас дома ждут Пусть встречный ветер засвистел Погодный минимум предел Но не проложит штурманам другой маршрут Наш главный курс туда, где дом И с нетерпением мы ждём Когда над городом заложим мы вираж И пусть дожди опять идут Но на земле нас семьи ждут Да мы же сами как семья Мои экипажи Снизу морем облака Пять семьсот И мы пока крепкий чай, в который раз попьём Все мы здесь как за рулём Что покрепче всё потом На земле посадки мы нальём Командир на руку скор Наплевал на коридор До ворот проклакався долой Пусть земля запросы шлёт Борт радист всех это шьёт Нам быстрее надо Мы домой Сегодня легче нам лететь Сегодня можно нам ходить Чуть-чуть побольше Чем всегда нас дома ждут Пусть встречный ветер засвистел Погодный минимум предел Но не проложит штурман нам Другой маршрут Наш главный курс туда, где дом И с нетерпением мы ждём Когда над городом заложим мы вираж И пусть дожди опять идут Но на земле нас семьи ждут Да мы же сами как семья, мы экипаж И пока автоперплот удлиняет наш налёт Командир прочтёт свой детектив И спокойно мы вполне Мы уже не на войне Шум её для нас пока ждёт Стих Пусть приходится летать В те места, куда послать Даже и по маме не пошлёт Нам уже не привыкать В эпизоловку играть Знал бы прикол, знал бы маршрут Сегодня легче нам лететь Сегодня можно нам ходить Чуть-чуть побольше Чем всегда нас дома ждут Пусть встречный ветер засвистел Погодный минимум предел Но не проложит штурман нам Другой маршрут Наш главный курс туда, где дом И с нетерпением мы ждём Когда над городом заложим мы вираж И пусть дожди опять идут Но на земле нас всеми ждут Хоть мы и сами как семья Мы экипаж Да мы же сами как семья Мы экипаж Экипаж Вот такие записки, на которые невозможно не ответить Время бежит А всё равно надо спеть Я не думал, что эта записка придёт Хотя и собирался эту песню спеть Потом понимаю, что надо сокращать время Но да, вот пришла записка В память Петру Степановичу Дейнейкину Спеть «Медведей» Один из... Я всегда с гордостью говорил Что у меня очень хорошее отношение Со всеми главкомами военно-воздушных сил С новым нет Я просто с ними встречался Он не совсем лётчик Или совсем не лётчик Не в обиду ему сказано С Петром Степановичем У него были очень тёплые отношения Мало того, ну буквально менее чем за сутки До того, как он ушёл Мы с ним общались, обнимались Это был, ну, великой души человек Командующий военно-воздушными силами Очень тяжёлое время Лётчик-дальник Первый главком Который после всех истребителей Вот возглавил авиацию Конечно, с поведой песню Потому что, ну вот я помню Это было 105-летие военно-воздушных сил Мы были в Кремле Был торжественный концерт Потом был большой банкет Я там пел в Кремлёвском дворце съездов И Петру Степановичу было уже неважно Моему там Петру Степанович, можешь доктора вызвать? Да не, нормально Я помню, что он произнёс Самый красивый тост Вот, и там потом такой Оп Рюмочку так от жены заслоните Вот, раз так А потом я на следующий день Полетел в Энгельс Именно к дальникам Я выступал у них И мы выруливали на полосу С Сергеем Ивановичем Кабалашем Нынешним командующим Дальней авиации И тут вот в самолёте Зазвонил телефон Специальный Сергей Сантуруков Или да ёлки-палки 15 минут назад Первый Степан ещё умер Вот, ну, я спою эту песню Пройдя рулёжкой на полёт На полосе корабль замрёт На исполнительном молитва Всё по карте Винды все восемь на упор Разбег, отрыв, вираж, набор А все проблемы мы оставим там На старте Маршрут продолжен не на глаз Мы верим штурману на раз Здесь интернета нет И недоступен гугл И как полсотни лет назад Бомбёры словно на парад Идут на север Чтоб потом уйти за кугол И словно лидерный наш борт Завровождает нас эскорт Вот только нет на небе Рыстровой меди И где там в натовских штабах Тревогу бьют И все в бегах Летят в Атлантику Российские медведи Летят в Атлантику Медведи Пролитый кофе обожжет Полтанка нас не бережет Погода дрянь И на радаре сплошь засветки От фюзеля же револьвером Производство СССР Сказали пьянкисы Что русская рулетка И вместо радостных вестей Карма доложит про гостей У плоскостей повиснет Пара супостатов Они ведь тоже напролом И чуть не блистер нам крылом Такие бурзы Как правило из штатов Надеюсь, уменит курс аборт Хоть и наглеет наш эскорт Мы посылаем их домой В любимом леди И где-то в натовских штабах Тревогу бьют и все в бегах Пришли в Атлантику Российские медведи Пришли в Атлантику Медведи Жаль, в океане нет дороги Он для нас, как Севасток Нам отыскать в нем надо Чартовой иголку И ищем мы на риск Страх Авианосец на волнах А не найдем То все задание без толпа И крик Я вижу командир Вдруг разорвет не мой эфир Железный ящик С высоты уже заметен Там черт и гнется Адмирал Разнос устроит и обрал А мы так счастливы Как маленькие дети Качнет нам крыльями эскорт Пошлет доклад про русский бурт И уберутся наши людные соседи У них в штабах дадут отбой Лишь будут спорить меж собой Когда опять придут в Атлантику Медведи Принятут Ой, придут в Атлантику Медведи Мы на свидание идем Друг друга с танкером найдем Симпатоп сойдет Но мы поймаем конус Мы каждый тонный дорожим А турбулентность Там повысит общий тонус Наш самолет гудит устав Он помнит разные места Вьетнам, Ангола, Хува и Гвинея Отцы летали там до нас Но если дали нам приказ Мы обязательно смогли Ведь мы умеем И экипажа просто смог И пусть усталость валит с ног Но мы так рады нашей маленькой победе Что нас совсем не клонит сон Не спит сегодня гарнизон Домой вернулись из Атлантики Медведи Пришли домой Медведи Идут в разволочку Медведи Домой Любимые Медведи 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 Пора вместе попеть Я уже обещал сегодня про Карлсона Не стесняйтесь, да Я его вижу уже Там армейская авиация поднимает руки Армейская авиация, ура! Прилетит Верк волшебник в голубом В вертолете И бесплатно Покажет кино С днем рождения Поздравит И, наверное, Оставит мне в подарок Пиццу Эскимо Начитался в детстве сказок Без родительских подсказок Я хотел летать, как Карлсон И виражить между крыш До небес казалось малость И легко во сне леталось Только в детстве все осталось Без толстый Карлсон и малыш Эскимо на вертолете Даже если сильно ждете Не бывает, не найдете Сказка о ложи и мультик врет Вряд ли вы меня поймете Но хотелось жить в полете И с детства вертолетик Превратился вертолет вместе Р-р-р-р вертолётик Р-р-р-р вертолёт Р-р-р-р-р вертолётик Р-р-р-р-р вертолёт По горам поля мы весям Облака винтами месим Как малыш и Карлсон вместе Разлучить не смогут нас В небе жизнь совсем другая Пусть земля меня ругает Я по воздуху шагаю Сжав ладошкою шаг газ Торты, эскимо, конфеты Все остались в детстве где-то Возим бомбы и ракеты Растаем то там, то тут И в десанте, и в пехоте Мой зеленый вертолетик В исключительном почете Нас всегда с надеждой ждут Ждут Р-р-р-р-р-р-р-р-р-р Вертолетик Вертолетик Р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р-р Вертолетик Ах, мальчиш, плохиш из книжки Нехорошие мальчишки достают порою слишком Вспоминаем чью-то мать Кто с рогаткой, кто-то с пушкой Все берут меня на мушку Отобрать хотят игрушку Вертолетик поломать нет там И тогда я выгрызаюсь Во все тяжкие пускаюсь Из-за неба я хватаюсь Каждую лопастью держусь Нам домой вернуться нужно С вертолетиком мы дружно Под огнем свой танец, кружим, он герой Я им горжусь Грозно Вертолетик Мы полжизни с ним летаем Выручаем и спасаем Отдохнуть и не мечтаем Поменяли столько мест Вдруг из детства тот волшебник Прилетит и даст учебник Чтобы понял я, зачем нам Этот наш воздушный крест Прилетит на вертолете Нет, ложно по работе И забудясь о пилоте В детство он меня возьмет Даст вам мир кино покажет И сказку на ночь мне расскажет И подарит может даже Свой мультяшный вертолет Запускаем? Запускаем. Запускаем. Я там оттуда уехал в прошлом месяце и достаточно давно. Дорогие мои, я вернусь. Хочешь? Хочешь научу тебя летать? Хочешь? Расскажу тебе, как птицу издать. И ночью, оттолкнув поверхность, улететь. И коснувшись звезд от счастья петь. Главное — хотеть. Знаешь, ты не сможешь это позабыть. Знаешь, небо невозможно не любить. Взлетаешь, облака листаешь, как тетрадь знаешь. Небо можно обнимать. Главное — летать. Все в звездной вышине. Впрямь, а не во сне. Обмануть законы физики суметь. Формулы поправ. Сети разорвав. И исключением исправил улететь. Шумом ветерка где-то в облаках Умываясь, небесами обвинить. Чтоб хотеть, мечтать, Чтоб любить, летать и успеть. Веришь, если верить, сбудется мечта. Веришь, лучшая команда от винта сумешь. Два на два умножишь, выйдет пять. Веришь, ввысь несложно улетать. Главное — мечтать. Пылью разлетится снизу суета. Пылью обернется главная мечта. И крылья не дадут любовь твою убить. Знаешь, это небо можно пить. Главное — любить. В звездной вышине В пряне, а не во сне Обмануть законы физики суметь. Формулы поправ. Сети разорвав. Исключением из правил улететь. Шумом ветерка, где-то в облаках, Умываясь, небесами обвинить. Чтоб ходить, мечтать, Чтоб любить, летать и успеть. Хочешь, хочешь, научу тебя летать? Спасибо. Мы так уже потихонечку приближаемся к четвертому развороту, или уже не очень тихонечку. Я просто пока вот хотел бы, чтобы вы поаплодировали человеку, который завидовал сегодняшним звуком. Это для меня самый комфортный человек. Он и в прошлый раз сделал эту прекрасную работу без звука, концерт, ничего. Александр, спасибо большое тебе. Следующая песенка. Есть у меня такой замечательный друг, летчик-испытатель, он шеф-пилот, или как правильно называется, конструкторского дюро Миля, герой России Александр Михайлович Климов. Вот про эту песню следующую он говорит, «Блин, ну как же так, это вот эти штурмовики украли эту песню у нас, вертолетчиков, это про нас». Ребята, мир ноги во всем нам. Как обычно, вы лет срочные, знать, приезжали наши точно. Мы летаем денно-нощно, на свой вечный риск и страх. Наношу планшете метку, там в квадрате, словно в клетке, задыхается разведка в этих чертовых горах. Нам поставлена задача, вот еще бы нам удачи. Мы торопимся, иначе там полежет целый взвод. Запускаюсь без газовки, техник в старенькой спецовке хлопнет борт по законцовке, два грача ведут нам взлет. Мы не смотрим на пейзажи, надо быть всегда на страже. Среди гор искал в вираже, мэй, браток, не отставай, выхожу из-за пригорка. Осмотрелся я на горке, ничего себе разборки, новая дома, не взевай. Эй, внизу, держись, пехота, начинается работа. Справа на 30 пулеметы, мне земля по перерет, там ворот бросаю фабы, и на выводе не слабо, словно я попал в ухабы, заболтала самолета. Так стира, как паутина, маневрирую активно, живописная картина, как собрасыва грачи, прилетели выручаем. С огоньком нас здесь встречают, но земля не отвечает, ну разве я, ткань, молчи? Я кручусь и кувыркаюсь, в сотый раз я зарекаюсь, по прилету увольняюсь, что мне я двухсотый грустно. Нахрена пошел я в качу, вот ульянов, все иначе, был бы дом, машина, дача, и возил бы арбуз. Грач, бедняка, изувечен, я за этим отвечу, и несут за мне навстречу ярко-брасные шары, чудеса еще бывают, живой, хоть впадают, под глазом не раскидает, нет спасения от шары. Горячо, не просто жарко, отправляю вниз подарки, удержать попробую марку, под свинцом, акиптком, ВПУ, как пушка, танка, грохот, выстрелов, болтанка, я, как мышь, консервные банки, пока добра водка! Не попасть бы нынче в сводку, чтоб за нас не пили водку, я, как уж на сковородке, из расхода ваннбака, имитирую атаки. Выходить в пары с драки, ведь почти сухие варки, и подрываны, пока! Мне, похоже, как с морозом, крачу стало клюву лосом, и защитивиться под вопросом, самолет мой просто в хлам. Но сувал машина дышит, словно держит кто-то свыше, и наушники я слышу. Летоны, спасибо вам! На обратном, довернули, позади снаряда пуля, уравнение обернули, держит в воздухе врача, борт летит на частном слое, из носа капли крови, знать в санчасти, на здоровье получу я от врачей. Дальний, ближний, вот бетонка, парашют мой хлопнет звонко, за рулю иду в сторонку, и меня не тормашить. Где-то больно, но это где-то, а вокруг такое лето. Техник даст мне сигарету. Эх, ребята, будем жить. Будем жить. Дорогие мои, с Днем Победы! Дай Бог темнам мирного неба, чтобы мы, дети наши, внуки наши, никогда не видели войны, и те, кто дальше, дальше, дальше будут. И только мы отмечали бы этот праздник и вспоминали тех, кто не вернулся, или тех, кто дошел, но мы их уже не увидели, благодаря которым мы сегодня живем, благодаря которым существует наша страна. С Днем Победы! Как-то летом на рассвете Заглянул в соседний сад, Там смуглянка-молдаванка Собирает виноград. Я чайную, я бледнею, Захотелось вдруг сказать, Станем над рекою Звуки летние встречать. Раз... Кудрявый, да клен зеленый, Лист резной, Я влюбленный, Да и смущенный пред тобой. Клен зеленый, да клен пудрявый, Да раз пудрявый резной. И смуглянка-молдаванка Отвечала парню в лад, Партизанский-молдаванский Собираем мы отряд. Нынче рано партизаны, Дом покинули родной, Ждет тебя дорога Как партизанский лес густой. Раз... Кудрявый, да клен зеленый, Лист резной. Здесь у клена, Да мы расстанемся с тобой. Клен зеленый, да клен пудрявый, Да раз пудрявый резной. И смуглянка-молдаванка По тропинке в лес ушла, В том обиду я увидел, Что с собой не позвала. По смуглянке-молдаванке Часто думал по ночам, Вновь свою смуглянку Я в отряде повстречал. Раскудрявый, да клен зеленый, Да клен пудрявый, да клен пудрявый, Да клен зеленый, да клен пудрявый резной. Ну и дальше я не могу это пропустить, Как по великому фильму. Опять же должны быть вот эти плитки, Аплодисменты. Товарищ гвардии майор, разрешите обратиться К товарищу гвардии капитану. Обращайтесь. Пока здесь некоторые ля-ля-ля. Первая эскадрилья достала мотор И починила ваш крейсер. Ну да, конечно, говорит. Как у нас что-нибудь достать? Это первая эскадрилья. А как миссера завалить вторая? От винта! Раскудрявый, да клен зеленый, Листрезной. Здравствуй, парень, да мой хороший, Мой родной. Клен зеленый, да клен пудрявый, Да клен зеленый, да клен зеленый, да клен зеленый. Мы будем жить. С днем победы, дорогие. С днем победы. Она была и есть, и будет наша. Спасибо. Спасибо. У кого будет время? Буду рад видеть на следующем концерте 28 июля. Там у меня где-то в произведении рождения с твоим отменом. А пока с днем победы, с днем победы, мирного неба всем, и будем жить. Спасибо.